Дом музея Динмухамеда Кунаева открыли после реставрации в Алматы. Сегодня же в литературно-мемориальном музее Габита Мусрепова представили новую экспозицию. Оба хранилища экспонатов оснастили современными технологиями, проекциями и тач-панелями. На церемонии открытия обновленных музеев побывали Аким города Ербулат Дусаев, близкие и родные выдающихся общественных деятелей. Айен Рафинерикпаева расскажет подробнее. В этом году исполняется 110 лет со дня рождения Динмухамеда Кунаева. В честь юбилея на основе автобиографической книги «Политика» в его мемориальном музее произвели реставрацию. К реэкспозиции привлекли ведущих специалистов в области музейного и архивного дела, дизайнеров, скульпторов, художников. И после обновления музей оснастили мультимедийными технологиями. Однако исторические экспонаты и личные вещи Кунаева остались нетронутыми. И вот он в своих книгах всегда писал, вот от Сталина до Горбачёва, и о моём времени он писал, что достигнутое то, что в Казахстане, вот это всё, как Казахстан рос, и нефть была, и золото было, и медь была, и чего только у нас не было. И вот он всё время говорил, что это было всё основано на дружбе народов. Отметим, то музей был открыт к 90-летию Данмухаммеда Кунаева в 2002 году. Последние обновления экспозиции здесь проводили больше 10 лет назад. Тут бережно хранятся свыше 8 тысяч экспонатов. Такие же реставрационные работы прошли и в мемориальном доме Кабита Мусрепова. Во время реэкспозиции в музей поставили сенсорные панели, где отображаются ценные литературные и архивные материалы, в том числе рукописи и фотографии. С обновлением музея мы хотим увеличить ежегодную посещаемость, предоставить все материалы о жизни и творчестве классика казахской литературы школьникам и студентам. Сейчас они даже без экскурсовода смогут получить информацию на трёх языках. После модернизации в доме музея появился кинозал. Здесь представлены бобины с оригинальной киноплёнкой, в том числе первого казахского звукового фильма «Амангельды». Кинокартина основана на сценарии Кабита Мусрепова и посвящена событиям 1916 года, где лидером и организатором восстания был народный батар Амангельды Яманов. Одними из первых дом-музей посетили Акимгорода Ерболат Тосаев и две дочери писателя Гульнары Гаухар Мусреповы. Папино кресло для меня это святое место. На него никто не садится никогда, это только его кресло. Мы так считаем, что папин дух, конечно, обитает именно в той комнате, потому что там он трудился, там он создавал свои произведения, там к нему приходило вдохновение. В этой квартире казахский писатель прожил последние 17 лет своей жизни. После в 1991 году она была преобразована в музей, который состоит из одного литературного зала и двух мемориальных комнат.